Сегодня я озвучу очередную лекцию профессора Сэма Вакнина на тему «Как настроить летающих обезьян против нарцисса плюс тактика клеветы». Лекция была опубликована 31 мая 2024 года. Ссылка на оригинальное видео в описании. Все сложные определения, а также их значения находятся в прикрепленном комментарии. Начинаем. Фразу «летающие обезьяны» я придумал в начале 90-х годов для того, чтобы описать людей, находящихся под чарами нарцисса. Нарцисс использует это так называемое продолжение самого себя, чтобы взаимодействовать как с нынешними, так и с бывшими жертвами, а также для того, чтобы манипулировать людьми ради конкретных и специфических целей. Это такое поведение, которое помогает общей фантазии нарцисса. Кроме того, фраза «летающие обезьяны» не была взята мной из художественного произведения «Волшебник страны Оз». В этом произведении говорилось про крылатых обезьян. На самом деле, на фразу «летающие обезьяны» меня вдохновил документальный фильм из National Geographic, где было показано, как обезьяны захватили заброшенный храм. Они летали с парапетов и укреплений храма, а также контролировали этот очень сложный архитектурный комплекс. Мне показалось это жутким и ужасающим, что группа летающих обезьян смогла захватить по сути целую цивилизацию. Нарцисс использует летающих обезьян для того, чтобы захватить власть. Это механизм вражеского захвата. Он собирает людей вокруг себя, чтобы они выполняли его приказы. Когда я говорю «он», это значит, что может быть и она. 50% всех нарциссов – это женщины. Сегодня мы обсудим, как настроить летающих обезьян против него самого. Итак, давайте с вами полетим прямо к летающим обезьянам. Летающие обезьяны, как правило, вовлечены в два типа нарциссической активности. Первый тип – это когда нарцисс расстается, обесценивает и утилизирует своего якобы близкого интимного партнера в рамках общей фантазии. Или второй тип – когда сам нарцисс утилизирован, обесценен и брошен собственным интимным партнером. В этом случае после разрыва взаимоотношений нарцисс использует летающих обезьян для того, чтобы шпионить за бывшим интимным партнером, манипулировать, либо чтобы разрушить репутацию или каким-то образом нанести ущерб. То есть наказать интимного партнера. Это часть мести, обиды и время расплаты. Следующий инструмент известен как тактика клеветы или клеветническая компания. Тактика клеветы – это постоянное структурированное распространение дезинформации, лжи, преувеличения и полуправды о конкретном человеке. Единственным правильным ответом на клевету является отсутствие ответа. Я повторю это еще раз. Единственный правильный ответ на клеветническую компанию – это отсутствие ответа. Не существует никакого другого типа ответа и никакой выигрышной стратегии. Любой ответ ведет к дальнейшей эскалации или к усугублению ситуации. И это никогда не заканчивается хорошо для жертвы. Особенно если клеветническая компания наносит ущерб репутации. Но ущерб репутации равен нулю или вообще отсутствует среди настоящих друзей. Настоящие друзья не будут даже слушать клевету. Они не будут верить лжи или полуправде. Настоящие друзья отвергнут любые попытки изменить их мнение о вас. Итак, с вашими настоящими друзьями ничего не случится из-за клеветы, направленной абьюзером в ваш адрес. Ваша репутация останется в целости и сохранности в кругу настоящих друзей. То же самое касается и рабочего места, которое по сути является справедливым сообществом. Скорее всего, там ущерб репутации будет минимальным. По крайней мере, на рабочем месте вам позволят продемонстрировать свою невиновность и честность. Вам нужно беспокоиться о фальшивых друзьях и о рабочих местах, на которых присутствуют издевательства, силовые и интеллектуальные игры. Но с этой точки зрения есть большая польза от клеветнической компании. Потому что это фильтр или мембрана. После клеветнической компании вы сможете увидеть истинное лицо людей, которые окружали вас. Вы узнаете о том, кто является вашим настоящим верным другом, а кто просто притворялся другом. Вы узнаете, будут ли ваши коллеги, которым вы посвятили свое время, усилия и ресурсы на вашей стороне. Или они на самом деле просто сидели и ждали вашего падения, чтобы позлорадствовать. Поэтому клеветническая компания на самом деле является отличным способом избавиться от фальшивых друзей, психопатов, плохого рабочего места и даже настоящих врагов. Поэтому не рассматривайте клеветническую компанию как что-то негативное. На самом деле это очень позитивное событие, которое позволяет вам очистить свою жизнь. В результате вы останетесь в окружении людей, которым можно доверять. Но иногда бывают ситуации, когда вы не можете избавиться от нарцисса или его летающих обезьян. Это такие ситуации, когда вы, по сути, являетесь заложником обстоятельств. Когда вы зависите от абьюзера или когда у вас общие дети, финансовые договоренности или совместный бизнес. В таких ситуациях вам придется как-то справляться с натиском летающих обезьян. Летающие обезьяны усиливают, превозносят и преувеличивают послание нарцисса. Вы могли предполагать, например, что предстоит справляться с простым нарциссом, но внезапно обнаружили, что противостоите целой армии зомби, которые являются представителями нарцисса, отголосками и его тенью. Они могут быть очень запугивающими. Один из основных методов, которые вы можете использовать, заключается в том, чтобы перевоплотить летающую обезьяну. Для того, чтобы объяснить вам это, мне нужно немного вернуться к области контрразведки. В контрразведке мы превращаем агентов в активы. Мы превращаем агентов другой стороны в наших агентов или наши активы. Это известно как двойной агент. Итак, если я работаю в службе контрразведки, и вот появляется парень или девушка, посланная разведывательной службой противника, и этот парень или девушка проникают в мою разведывательную службу, тогда я могу превратить этого парня или девушку в моих агентов. Так сказать, сделать их своими агентами, а не агентами врага. Это явление известно как превращение агента врага в свои агента или двойного агента. Вы можете сделать это с летающими обезьянами. Первое, что вам нужно для этого – выглядеть готовым к сотрудничеству и уступчивости. Вам нужно выражать или симулировать благодарность летающей обезьяне, чрезмерно благодарить ее. Вы должны делать вид, что вы предельно внимательно слушаете, что вам нужно все записать. В это время вы должны кивать головой. Вам нужно быть максимально благодарным интеллекту летающей обезьяны и ее сердечной трогательной преданности вам. Потому что летающие обезьяны притворяются, что верны вам. Они притворяются, что заботятся о ваших интересах, притворяются, что дружат с вами. В этом смысле они очень опасны. Они являются пособниками нарцисса и они ваши враги. Но вы должны играть в игру в одиночку. Притворяйтесь, что вы глупее, чем вы есть на самом деле. Что вы очень наивный, доверчивый и открытый для манипуляций человек. Притворяйтесь, что вы были успешно обмануты летающей обезьяной. Вам нужно создать впечатление у летающей обезьяны, что ей удалось пустить вам пыль в глаза. Удалось вас обмануть, удалось ввести вас в заблуждение. Станьте готовым к сотрудничеству, станьте уступчивым, покорным и благодарным. Дальше вам нужно сообщить об этом летающей обезьяне для того, чтобы ее защита ослабла. Летающая обезьяна придет к выводу, что миссия выполнена. Она подумает, я владею целью. Другой вариант – это действовать так, как будто вы напуганы и боитесь как летающей обезьяны, так и нарцисса. Это отличная техника. Потому что, когда вы напуганы, другая сторона становится менее обороняющейся. Другая сторона злорадствует, празднует успех, видя ваш видимый показной страх. И тот факт, что им удалось вас запугать, побуждает другую сторону действовать безрассудно и совершать ошибки. Это позволит вам получить дополнительную информацию о нарциссе и его цирке летающих обезьян. Это снижает защиту заговорщиков против вас. Давайте подведем итоги первого этапа. Сделайте выбор. Либо вы начнете казаться готовыми к сотрудничеству, покорными, угождающими, благодарными и позволите летающей обезьяне думать, что ее миссия увенчалась успехом, а дальше она сообщит об этом нарциссу. Либо вы ведете себя так, как будто вы напуганы, боитесь, как будто вы парализованный инвалид. И сообщите нарциссу через летающую обезьяну, что ваша защита разрушена, что вы абсолютно не собираетесь сопротивляться, что они могут сделать с вами что угодно. Это заставит их вести себя безрассудно, делать глупые ошибки, а также позволит вам собрать много дополнительной очень важной информации. Второй этап. Приобретение летающей обезьяны в пользование. Когда вы ведете себя вышеупомянутым образом, летающая обезьяна считает, что вы принадлежите ей. Когда я говорю ей, я имею в виду, что летающие обезьяны могут быть как женского, так и мужского пола. Итак, после того, как вы дали летающей обезьяне эту информацию, это впечатление. Ура, миссия выполнена, я преуспела, я захватила цель, жертва напугана, парализована, благодарна мне, как летающие обезьяне, принимают мое послание. Начинайте кормить ее неправильной дезинформацией. Так как вы кормите летающую обезьяну этой дезинформацией, знайте, что она обязательно достигнет нарцисса. Любой кусочек новости, любой кусочек данных, любую информацию, которую вы даете летающей обезьяне, она охотно собирает и немедленно пересылает нарциссу. Это канал связи. Это ваша возможность заразить разум нарцисса дезинформацией, контрпродуктивной, бесполезной информацией, которая собьет нарцисса с пути и заставит его вести себя таким образом, который подорвет его собственные цели, поможет сделать неправильное предположение о вас, о вашей жизни, о ваших социальных сетях и ваших планах. Это ваш шанс ввести нарцисса в заблуждение настолько драматично, радикально и сильно, что нарциссическая компания против вас никогда не оправится. Конечно же, всегда вставляйте крупицы истины в ту информацию, которую вы предоставляете летающей обезьяне. Никогда не лгите на 100%, никогда не предоставляйте стопроцентную полную дезинформацию. Убедитесь, что в передаваемой информации есть 10, 20 или 30% правды. Потому что если нарцисс удосужится перепроверить и подтвердить информацию, которую вы предоставили ему через летающих обезьян, он ухватится за крупицы истины и поверит во всю вместе взятую информацию. Так выглядят обычные методы в контрразведке. Вот так мы превращаем агентов или летающих обезьян противника в наших летающих обезьян. Третий этап – шпионим за нарциссом. Это нужно для того, чтобы предвидеть следующее движение нарцисса через летающих обезьян. Так как летающая обезьяна пытается завоевать ваше доверие, ведет себя так, как будто он или она ваш лучший друг, думает о ваших интересах, защищает вас, продвигает вас. Так как летающая обезьяна погружена и вовлечена в актерское мастерство, для вас это является отличной возможностью получить информацию о нарциссе, местонахождение нарцисса, планы нарцисса, нарциссические эмоции, мысли, информацию о взаимоотношениях с другими людьми, а также информацию о заговоре против вас. Летающие обезьяны предоставят вам много правдивой информации, пытаясь заставить вас доверять им. Они хотят завоевать вашу преданность, хотят создать ощущение, что это мы против мира. Летающая обезьяна попытается создать культовую среду, в которой она будет притворяться, что находится на вашей стороне, против нарцисса. Для этого летающая обезьяна должна предоставить вам полезную и ценную информацию о нарциссе. Она приложит максимум усилий для защиты такого рода данных. Пока вы сотрудничаете с летающей обезьяной, во многом уступаете, являетесь покорным, демонстративно благодарным, доверчивым и наивным человеком, пока вы играете во все это, не спешите получить слишком много в самом начале. Позвольте летающей обезьяне обменять свои самородки истины на ваши самородки лжи, фальши и дезинформации. Это однозначно работает. Попробуйте. Вы даже не можете себе представить, сколько информации вы можете получить от летающей обезьяны о нарциссе. А еще через летающую обезьяну вы можете познакомиться с другими летающими обезьянами. Очень часто летающие обезьяны действуют группами. Это сплоченные группы. У них одна и та же программа, философия, модус операнди, способы действий и одинаковая связь с нарциссом. Нарцисс – это мозг, сердце, штаб и ядро операции. А летающие обезьяны – это просто летающие обезьяны. Но в большинстве случаев они знают друг друга. Используйте одну и ту же летающую обезьяну, чтобы идентифицировать других участников заговора или кампании против вас. Попросите летающую обезьяну познакомить вас с другими летающими обезьянами. Все время притворяйтесь, что вы удивлены, благодарны и абсолютно готовы вступить в сговор и сотрудничать с летающими обезьянами. Притворяйтесь, что вы считаете летающих обезьян людьми, заслуживающими доверия, полезными, честными и дружелюбными, чтобы они чувствовали себя комфортно, знакомя вас с другими летающими обезьянами. Летающая обезьяна будет действовать, исходя из предположения, что чем больше летающих обезьян, тем лучше результат с точки зрения нарцисса. Это как если бы один человек сказал вам, что вы пьяны, то вы могли бы его проигнорировать. Но если три человека скажут вам, что вы пьяны, тогда вам лучше пойти спать. Здесь тот же принцип. Нарцисс посылает к вам нескольких своих летающих обезьян. И все они объявляют и произносят вам одно и то же сообщение. Так как одно и то же сообщение исходит из уст нескольких летающих обезьян, то существует большая вероятность, что вы в конце концов поддадитесь, примите и признаете правдивость сообщения. Поэтому нарциссы никогда не используют одну летающую обезьяну. Обычно их много. Попросите летающую обезьяну связаться с вами и познакомить вас с другими летающими обезьянами. Послушайте то, что они говорят. Используйте их таким же образом, чтобы кормить нарцисса дезинформацией. Используйте их, чтобы шпионить за нарциссом, собирая информацию о том, что нарцисс планирует делать дальше. В какой-то момент летающие обезьяны сами организуют падение нарцисса. Они преподнесут вам очень много нужной информации на серебряной тарелке. Конечно же, запишите абсолютно все на законных основаниях. Дальше вы должны быть готовы сделать свой ход. Вы должны быть готовы разоблачить часто преступный заговор нарцисса против вас. Вы должны будете быть готовыми обратиться в правоохранительные органы, к средствам массовой информации или в социальные сети. Нарцисс и его летающие обезьяны зачастую совершают преступления, харассмент и другие гораздо худшие вещи. Это один из путей. Второй путь заключается в следующем. Даже если нарцисс и его летающие обезьяны не совершали никаких преступлений, что очень редко случается, но их поведение – это заговор против вас, тогда совершенно ясно, что нарцисс и его летающие обезьяны принимают участие в попытке свергнуть вас, навредить, разрушить, опустошить и уничтожить вас, ваших близких и дорогих людей. Это не одобряется общественностью. Никто не любит заговорщиков, злых и злонамеренных людей, стремящихся уничтожить других людей. Хоть нарцисс с его летающими обезьянами, скорее всего, заявит о том, что они являются жертвами, но, как правило, такие люди компрометируют себя либо устно, либо в письменных сообщениях, либо своими действиями. Нарцисс и его летающие обезьяны, скорее всего, заявят о том, что они стали жертвами из-за вас. Это вы являетесь преступником и абьюзером, но они предоставят вам кучу данных, чтобы доказать, что именно они являются преступниками, заговорщиками, теми, кто регулярно совершает абьюз, оскорбляют и ведут себя самым вопиющим образом. Это они преследовали вас и всех тех, кто вас окружает, ваших близких, коллег, пытаясь лишить вас даже рабочего места, средств к существованию и репутации. Это они пытались повлиять на вас каким-то образом, чтобы вывести вас из строя, парализовать вас и, по сути, подтолкнуть вас, если возможно, к самоубийству. Итак, летающие обезьяны, чтобы выслужиться перед нарциссом, разглашали много информации, раскрывали свои намерения и были доведены вами до предела. Да, это было на грани, вы старательно играли в эту игру, но это того стоило, чтобы дойти до цели. Летающие обезьяны будут делать шаг за шагом и в какой-то момент разоблачат нарцисса с его заговором, планами, злонамеренностью, садизмом и антисоциальным поведением. Сейчас я подведу итог. Вот эти пять шагов. Номер один. Фальшивое сотрудничество, фальшивое подчинение, фальшивая покорность, фальшивая благодарность, направленная на летающую обезьяну. Притворитесь, что вы попались в эту аферу. Притворитесь, что вы являетесь наивным человеком, что вами легко манипулировать. Позвольте им поверить, что они добились успеха. Действуйте так, как будто вы напуганы. Демонстративно отдайте летающим обезьянам все материалы, которые им нужны, чтобы они поверили в то, что, унижая вас, они подавляют вашу активность, что вы их боитесь. Это сделает их неосторожными, их бдительность будет ослаблена. Их злорадство и грандиозность сделают их безрассудными. Они начнут совершать много ошибок. Подождите, пока они совершат эти ошибки. Задокументируйте эти ошибки и храните документацию об этих ошибках в досье против них. Номер два. Кормите нарцисса через летающих обезьян неправильной, бесполезной информации или дезинформации, которая содержит крупицы истины. Такая дезинформация будет перенаправлять усилия нарцисса и попытки летающих обезьян не в то русло, отвлекая их от ваших настоящих слабых мест и уязвимостей. Таким образом, вы создадите для них совершенно неправильный образ себя. Номер три. Шпионьте за нарциссом через летающих обезьян. Летающие обезьяны, скорее всего, будут предоставлять вам много информации о нарциссе. Используйте ее, чтобы предвидеть следующие шаги нарцисса в заговоре против вас. Номер четыре. Идентифицируйте других людей, участвующих в заговоре или кампании против вас. Речь идет о других летающих обезьянах. Как только вы получите список имен тех, кто участвовал в заговоре вместе с нарциссом против вас, вы почувствуете себя в безопасности, потому что заговор это уголовное преступление. Номер пять. Другой вариант это сохранить доказательства того, что у вас есть замаскированные улики, которые вы накопили против нарцисса и его летающих обезьян, чтобы использовать в будущем в случае, если нарцисс и его летающие обезьяны попытаются провести второй раунд против вас. Например, начнут шантажировать, угрожать, запугивать вас, мешать вам действовать так, как вы хотите. В таком случае у вас будет большое количество доказательств против них, которые позволят вам, например, работать с юристами или правоохранительными органами, чтобы положить конец клеветнической кампании и всем этим действиям. Еще раз повторю, хотите верьте, хотите нет, но все это является преступной деятельностью во всех юрисдикциях, о которых я знаю. Поэтому речь идет о том, как настроить летающих обезьян против нарцисса. Думайте о летающих обезьянах как о шпионах, как об агентах разведки, которые проникли в вашу организацию. Затем направьте их усилия против нарцисса. Превратите летающих обезьян в двойных агентов, работающих на вас, а не на нарцисса, даже если они не будут знать, что на самом деле они работают на вас. Используйте эту схему из пяти пунктов, и вы выиграете любую клеветническую кампанию и любую попытку сбить вас с толку. Удачи вам! Лекция окончена. Благодарю всех за просмотр.